На ИКС информационный выпуск в студии Наталья Двойцина. Здравствуйте! За минувшие сутки лимит электроэнергии, подаваемой Севастополю, составил 178 мегаватт. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧАЭС. До 26 марта в регионе сохранится график веерных отключений 2 через 2 часа. Сегодня рано утром была повреждена тепловая трасса по улице Правды. В результате без теплоснабжения остались часть домов и три социально значимых объекта. Два детских садика и общеобразовательная школа. Ремонтные работы ведутся, до конца дня поломку устранят. Что касается объектов водоснабжения, за выходные дни устранили 19 аварий. Все бригады работают в режиме повышенной готовности. Кроме того, в рамках месячника безопасности губернатор Севастополя поручил профильным ведомствам провести инвентаризацию всех пешеходных переходов и составить план их до оборудования. Внимание городского хозяйства на работу управляющих компаний и компаний, которые занимаются санитарной чисткой города. Продолжаем работу в режиме ЧАЭС, до 26 числа у нас действуют ограничения, поэтому по максимуму уточнить еще раз график ВЕРа, довести до севастопольцев и по возможности предпринять все усилия, чтобы этот график соблюдать. Тихвинская икона Божьей Матери прибыла в Севастополь. Образ, который в православной церкви считают чудотворным, проделал путь почти в 2500 километров. В Свято-Владимирский собор Херсонесии встретить икону пришли более сотни прихожан. Все они искренне верят, что одно лишь прикосновение к образу Божьей Матери оказывает на человека положительное влияние. Крестным ходом Тихвинскую икону доставляют в Свято-Владимирский собор. В Севастополе ее встретили в храме семи священномучеников Херсонесии, а затем совершили молебное пение. Прикоснуться к святыне мог каждый желающий. Если бы мы не верили, значит мы бы не ходили к храме. Мы чувствуем, что она нам помогает. Мы всегда верим в добро и знаем, что добро победит всегда зло. А зла предостаточно на этом белом свете. Мы вообще очень рады, что привезли икону эту в нашу Севастополь. Тем более в дни Великого Поста это очень большая поддержка. И мы верим, что с ее чудодейственной силой мы все сможем и все будет нормально. По преданию, Тихвинская икона Божией Матери была написана святым апостолом и евангелистом Лукой. В V веке из Иерусалима ее перенесли в Константинополь. А в 1383 году святыню перевезли в город Тихвин Ленинградской области. С этой иконой верующие связывают множество удивительных явлений и чудес. Есть женщины, которые молятся, не могли очень долго забеременеть. Забеременели, вот сейчас выхаживают малышей. Были случаи, когда девочка пришла, очень сильно плакала. Она плачет, говорит, папа стал сильно пить и хочет жизнь покончить самоубийством. Помогите. Я говорю, молись возле Божьей Матери. Божья Матерь, говорю, всех нас слышит. Она помолилась возле Матери Божьей, заказала молебень за выздоровье своего папы, мамы. Через неделю приходит, говорит, все, говорит, папа сказал, что будет бороться, будет жить. Тихвинская икона Божьей Матери – это особая яркая звезда на небосклоне, на небесном небосклобе тех явлений, которые по любви своей дала нам Божья Матерь. Что такое икона? Это икона, чудотворная икона. Это икона, которая дается нам в утешение, укрепление веры. И сегодня икона, которая принесена в Крым и принесена в Севастополь, она принесена сюда для того, чтобы осветить наш Черноморский флот и осветить наш град. Крестный ход стартовал 14 марта. Его первым пунктом стал мужской монастырь Оптино-Пустынь, расположенный неподалеку от города Козельск, Калужской области. Далее был Краснодарский край, а затем и Крым. Образ уже побывал в столице республики. Оттуда его доставили в Севастополь. В городе Героя день, когда икону доставили в Севастополь, совпал с престольным праздником храма семи священномучеников в Херсонесе и с окончанием первой недели Великого Поста. Семь епископов херсонеских подвязались именно здесь, на этой земле, на которой мы с вами живем, на которой мы сейчас с вами стоим. Здесь они пролили свою кровь для того, чтобы вера Христова воссияла над тьмой безбожия, над тьмой язычества. После молебна Тихвинскую икону из Свято-Владимирского собора перевезли в Покровский собор. Там святыня пробыла до утра понедельника. Дальнейший путь следования иконы пока неизвестен. Святослав Данилов, Карена Сычин, информационный канал Севастополя. На два года и восемь месяцев осужден Севастополец, давший взятку полицейскому. Об этом сообщила старший помощник, руководитель Следственного комитета по Севастополю Ольга Паснова. Установлено 21 октября прошлого года. В доме у жителя Нахимовского района сотрудники правоохранительных органов обнаружили банку с наркотическим веществом. После чего мужчину и его супругу доставили в районный отдел полиции для выяснения обстоятельств. Чтобы избежать возбуждения уголовного дела в отношении женщины по данному факту, мужчина предложил начальнику отдела по борьбе с наркотиками ОМВД России по Нахимовскому району взятку в размере 15 тысяч рублей. Страж порядка преступные действия пресек, после чего о факте дачи взятки доложил вышестоящему руководству и вследком. Приговором суда житель Нахимовского района признан виновным. По совокупности с ранее непогашенной судимостью ему назначено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы со штрафом в размере 450 тысяч рублей и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В Севастопольском культурно-информационном центре пели, танцевали, а столы ломились от яств. Здесь отмечали Навруз-Байрам – древний праздник начала весны. Он символизирует обновление человека и природы. Само его название приводится как «Новый день». Важно провести его весело. Тогда год будет благополучным. Приобщилась к культурным традициям Елена Корнаухова. Навруз-Байрам – праздник Нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Дата его проведения – 21 марта. Это день весеннего равноденствия. По традиции, накануне торжества люди делают уборку в домах, раздают долги и готовят угощения. На столе должно быть минимум семь блюд. На Востоке верят – чем щедрее праздник, тем лучше будет следующий год. Этот праздник – это начало нового сельскохозяйственного года, который празднуют все тюркские народы. То есть, это пробуждается природа. Символом этого праздника является пророщенная пшеница. И, как правило, в этот день мы собираем в этом уютном теплом зале всех наших друзей, все творческие коллективы со всего Севастопольского региона, для того, чтобы вместе встретить этот день. На столах можно увидеть кобеты, всякие всевозможные сладости. В этот день дети ходят ко взрослым, взрослые угощают детей. В этот день выходят в поле, прокладывается первая борозда, считается, какая погода и вообще какое настроение в этот день. Так и пойдет у нас дальше год. Обязательное блюдо в этот день – тарелочка с проросшей пшеницей. Она должна стоять на каждом праздничном столе. Существует поверье, если на наврус провести рукой по раскам пшеницы и загадать желание, оно обязательно сбудется. В этот день принято надевать что-то новое. Девушки выходят в своих самых ярких нарядах – платьях из бархата или атласа, расшитых золотыми нитками. В Севастопольском культурно-информационном центре древний праздник восточных народов отмечают уже в 16-й раз. В этот день принято приглашать родных и близких. Чем больше гостей, тем лучше. Мы отмечаем, видите, в составе многих коллективов Севастополя, в дружной семье. И надеемся и уверены, что и дальше будет в этой коллективе, в дружной семье мы будем жить, но уже в составе Российской Федерации многонациональной. В Севастополе более 100 национальностей. Зарегистрировано 33 национально-культурных общества. Все они объединены в одну организацию – Анкос. В Пелокаменном она работает с 1993 года. Ее основная задача – сохранить национальные и культурные традиции. Каждый народ, в отрыве от своей большой родины, ему необходимо не забыть свой язык, помнить свою историю и культуру. В принципе, это те факторы, которые определяют, идентифицируют того или иного человека с определенной национальностью. Поэтому я думаю, что в будущем, будем говорить, мы сумеем в городе Севастополе сохранить вот этот межнациональный и межконфессиальный мир. Праздник весеннего равноденствия Навруз олицетворяет единство культурного наследия и многовековых традиций. Он играет важную роль в укреплении связей между народами на основе обоюдного уважения, идеалов мира и добрососедства. Елена Корнухова, Данил Паршин, информационный канал Севастополя. И к этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на информационном канале Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин